Привет, народ! Мне часто говорят, что я делаю слишком ватные обзоры, но это вовсе не так. Просто суть в том, что я обозреваю новейшее вооружение и технику, а Россия, как ни странно, за последние пять лет является мировым лидером по модернизации современного вооружения. В частности, говорят, что я много гоню на мою любимую незалежную республику, она же Украина. Так вот, как ни странно, порою даже там создают что-то интересное. Просто суть в том, чтобы это нормально реализовать и довести до мировой общественности, нужно четкое понимание рынка и торговли. Но украинская внешняя политика остается очень-очень деревянной. В итоге этот апофеоз дошел до того, что правительство позволило разворовать народную базу, в том числе и принадлежащую военной индустрии. Передовые и перспективные разработки оружия были переданы руководству стран НАТО. Но все же я хочу рассказать вам об одной все еще живой компании «Антонов», которая сумела таки вывести на мировой рынок самолет Ан-178. О разворачивании в стране массового производства самолета 26 августа сообщило украинское госпредприятие «Антонов». У компании уже есть заказ на 10 самолетов для авиаперевозчика из Азербайджана. В настоящее время воздушное судно проходит сертификационные испытания. Машина выполнила более 100 полетов продолжительностью 160 часов и прошла цикл наземных испытаний, включая заезд-выезд, размещение и транспортировку в кабине трех американских военных внедорожников в Хамври. Первый полет Ан-178, созданный на базе Ан-158, был совершен в мае 2015 года. По заявлениям разработчиков, самолет способен перевозить до 18 тонн груза на расстояние свыше 1000 км и 10 тонн на расстояние около 4000 км. Машина может работать в различных климатических условиях, в частности, при высоких температурах и влажности. Самолет среднего класса грузоподъемности исходно создавался для замены военно-транспортных самолетов Ан-12. Его основным конкурентом в настоящее время является бразильский КС-390. Кстати говоря, брошу камень в свой огород. Российский Ил-214, аналогичного класса, разрабатываем в настоящее время, пока еще не построен. Так что, повторюсь, в некоторых сферах украинскому ВПК действительно есть чем похвастаться. Но это не повод задирать носы и кричать, что вы лучше нас. Достаточно просто молча гордиться своей страной. Надеюсь, все все поняли. Ставим лайки и кричим слава Украине в комментах. Всем ясного ума и пока! Субтитры подогнал «Симон»!